всем привет сегодня мы начинаем новую рубрику вестник военной археологии давно собирались и вот мы с вами здесь и первая у нас тема стартовая будет знаковая я бы даже сказал красивая потому что посвящена она будет золоченым шлемом древней руси как раз того самого периода когда с одной стороны к нам прискакали хазары а с другой стороны приплыли викинги и скандинавии но мы оказались ровно посерединке совсем недавно в реке березине он той самой через которую наполеон драпал в 1812 году около города бобруйск был найден шлем шлем оказался такой крутой сохранности что возникли подозрения а не уронил ли его в воду какой-то не совсем внимательный реконструктор но при ближайшем рассмотрении оказалось что это подлинный шлем второй половины десятого начала одиннадцатого века выглядел он так сейчас мы его опишем и заодно картинки посмотрим это будет нагляднее я думаю это сфера коническое наголовье составленная из четырех сегментов налобного и назатыльного под который заведены боковые височные сегменты каждый металлический сегмент был обтянут листом бронзы и позолочен между сегментами были положены тонкие медные скорее всего или по крайней мере медь содержащие полоски украшенные пункционным орнаментом причем так как каждый сегмент был покрыт волнообразным выре волнообразными вырезами то полосочка играла вот такими вот полукруглыми фигурами снизу шлем стянут венечной пластиной сверху на нем установлены навершия боковые сегменты несут розеточки очень красивые с чеканным орнаментом с дополнительными пирамидальными шипами или можно сказать короткими рожками а налобная часть шлема украшена трелистником который также положен на подложку из очень тонкой меди украшенной пункционным орнаментом которая чуть-чуть буквально по периметру украшения виднеется весь он был судя по всему посеребрен как и навершия а основная часть шлема как я и говорил позолочена почему я так подробно описываю каску хотя при этом мы только что посмотрели картинки дело в том что это совсем свежая находка почти на сто процентов за исключением куда лучше сохранности повторяет хрестоматийную знаменитую находку сделанную еще в девятнадцатом веке археологом самоквасовым кургане под черниговым курган имеет традиционное название черная могила ну и шлем соответственно называется шлем из черной могилы каждый кто занимается военной истории военной археологии или просто наслышан о этой теме знает эту находку это хрестоматийная долгое время эталонная находка собственно с которой началось многое в изучении русской военной археологии что характерно захоронен был там мужчина по скандинавскому обряду или по крайней мере с явными следами скандинавского обряда причем по внешнему виду во многом кроме меча и фигурки бога одина это был не скандинав а вполне типичный кочевник десятого века но однако видимо местные скандинавы уже давно тому времени восприняли восточную стихную самую передовую того времени военную моду и и казалось бы вот черная могила вот бобруйск и что но таких шлемов у нас найдено очень и очень немало частным попробуем вкратце по ним пробежаться значит номер три однотипный шлем по-другому украшенный в знаменитом кургане номер 86 из гнездово под смоленском вот картинка также под черниговом курган гульбище тоже хрестоматийная находка несколько отличается от черной могилы но тем не менее явно однотипное наголовье в ровенской области около города дубна на украине под селом мокрая найден шлем вот он практически однотипен черной могиле черниговской области в музее вооруженных сил украины в киеве имеется височная пластина вот с розеткой которую я описывал очень интересно в новгороде в дубочном раскопе славянского конца нашли пластины тоже видимо боковую она несет следы крепления бармицы то есть это или на затыльной или боковая пластина потому что бармица понятно лицо не могла закрывать видимо не было там налобного украшения но об этом судить сложно это всего лишь одна четверть шлема там же в новго в новгороде в троицком десятом раскопе трилистник налобный полный аналог шлему из черной могилы и шлему из березины из бобруйска с которым мы начали розетка такая вот боковая розетка без шипа шип выпал полный аналог черномогильской найден в мародерском грабительском раскопе под черниговом сейчас продан в частную коллекцию удалось получить чудом буквально данные об этой находке в антикварной фирме русские палаты из мародерских раскопок спасенный шлем выкопан был около начала двухтысячных годов в 2005 седьмом его реставрировали он был в ужасном состоянии сейчас практически полностью восстановлен вот благодаря русским палатам у нас есть эта фотография точнее эти фотографии шлем классный по-настоящему весь в золоте также есть навершия ранее видимо посеребренная и венечная пластина вот единственное что у нас там нету это такого налобника как в черной могиле все остальное конструктивно и геометрически повторяет данное эталонное наголовье в киеве в макаровском районе киевской области сейчас национальном музее истории украины также есть боковой сегмент с бронзовой обтяжкой следами позолоты аналогичный фрагмент то есть одна четверть сегмент шлема был найден там же под киевом сейчас хранится в новороссийский музей nvimu был передан в 2005 году отличается от всех остальных что розетка боковая на нем сохранилась но она невероятно крупных размеров обычно они небольшие а тут прямо наверное занимает 20 25 процентов общей площади пластины то есть 13 13 находок на территориях связанных непосредственно с распространением культуры древней руси это только то о чем мы точно знаем потому что как мы к сожалению вынуждены констатировать мародеры бомбят наши исторические памятники так что наверное археологи половины не знают того что сейчас вынимается точнее крадется из земли но тем не менее 13 это уже очень много ну кроме того в европе как минимум восемь шлемов найдено в польше в венгрии в восточной пруссии это знаменитый шлем из деревни гажуха калишской земли в польше там имеется известное отличие от черномогильского шлема очень сложная налобная пластина которая также выполнена в форме стремящейся к трелистнику но это дополнено сквозным прорезным орнаментом и в эти сквозные прорезные отверстия также были вставлены подкладки медные с пункционным чеканом орнаментом в гичи уезд шороде в польше также аналогичный черной могиле шлем есть следы налобного трелистника калишской земле также в деревне альшуфка очень похожий на черную могилу я бы сказал даже в деталях похожи на черную могилу шлем и очень интересная находка в поместье гроз фридрихсберг в восточной пруссии неподалеку от кенигсберга найдена каска которая практически дословно повторяет наголовье из деревни гажуха единственное что у него несколько более сложный налобник был который отличается несколько худшей сохранностью и его пришлось реконструировать графическими методами он очень похож точно такой прорезной орнамент но с некоторыми дополнениями впрочем посмотрите сами там же в восточной пруссии в местечке экриттен нечто однотипное но очень сильно отличается и геометрия шлема которая стремится к иконусу если конечно это не повреждение в ходе археологизации в венгрии в местечке печь найден шлем однотипный с черномогильскими образцами но заметно отличающийся у него нету золотой обтяжки золоченой обтяжки нету боковых розеток с шипами нету налобного украшения то есть он был просто цельно стальной четырехсегментный с все теми же неизменными медными прокладками между деталями шлема там же найден в венгрии почти аналогичный шлем с несколько более крупным навершием к сожалению кроме того что он найден на территории венгрии более о нем мы ничего не знаем и очень интересный шлем был найден в восточной пруссии точное место его с трудом локализует сейчас он хранится в экспозиции королевского арсенала знаменитого royal armories в лице англии вот посмотрите это роскошное наголовье буквально до сих пор сияющее золотом которое весьма близко к черномогильской находке ну и в степи в степи как минимум 13 8 мы в европе отметили шлемов и в степи вот от дагестана до краснодар до усыпан находками такого рода повторюсь только нам известно в данный момент 13 шлемов однотипных или генетически связанных включая и куда более ранние образцы сейчас мы специально не будем останавливаться на степных шлемов потому что в этом есть некая загадка которая хочу подойти сразу скажу мы не можем эту загадку дословно разрешить почему потому что нет у нас письменных документов архивных данных и торговых чеков мы можем только предполагать а предположить я хочу вот что мы имеем уже целую серию касок которые даже в отделке очень близки иногда почти дословно с эталонным образцом с черной могилой о чем это говорит так как раннее средневековье это время домануфактурное это время до цеховое при этом это время уже вполне сложившихся корпоративных связей то есть профессиональная корпорация кузнецов оружейников это вообще высшая категория кузнечного мастерства своего времени могла быть только семейственный отец передавала секрет мастерства своему сыну и так далее и так далее и так далее чтобы не быть голословным приведем пример наверное самой знаменитой оружейной мастерской раннего средневековья это знаменитая мастерская ульфберта которая работала на берегах рейна производя сотни каролинских мечей подписывая их ульфбертом ну а также многочисленные подделки под ульфберта это фамилия основателя или хозяина этой самой мастерской работали там у него естественно только его родственники и я подозреваю что ближайшие родственники ну не исключая конечно наемных работников которые занимались какой-то черновой работой черновым трудом не требующим особой квалификации так вот у меня есть сильнейшее подозрение что шлемы типа черной могилы это производство какого-то неизвестного кавказского ульфберта настолько близкие по геометрическим очертаниям настолько близкие по орнаментации шлемы могли бы ходить только из одной скорее всего семейственной мастерской других оснований для производства настолько близких наголовье я придумать не могу сейчас мы с большим трудом только предположительно можем воткнув циркуль в карту очертить круг из которого могли происходить подобные наголовье долгое время считалось что это типично русское изобретение которое ну да было переосмыслено на основании азиатских образцов но учитывая количество более ранних предметов такого рода которые относятся ко времени до бытования черной могилы а это повторюсь середина десятого по начало одиннадцатого века то надо сказать что не мы это изобрели не русь стала родоначальником подобной традиции сфероконического позолоченного наголовья в бронзовой обтяжке из четырех частей скорее всего это вещь хазарского круга потому что однотипные вещи происходят со времен восьмого века история их началась видимо именно в это время но к моменту разгрома хазарского каганата святославом мы видим как эти шлемы начинают массово проникать на русь а в начале одиннадцатого века во время вторжения поляков в киевщину мы знаем из хроники титмара что король болеслав храбрый вывез просто грандиозную добычу такие шлемы попали и в центральную европу и зажили там уже своей жизнью однако вот сейчас мы обрисовали приблизительный круг то есть это круг хазарского каганата позднего хазарского каганата где могли производить подобные наголовья но точнее локализовать мы их пока не можем во первых нам нужны новые находки и остается надеяться на то что где-то будет обнаружена мастерская это на самом деле редкая находка это настоящий подарок для людей исследующих историческое оружиеведение но я и вам рекомендую его исследовать или самостоятельно или следите за моими студиями а на сегодня все всем пока